Бориша Махарадж, который задействовал все свои чувства на служение Господу, и далее он объяснил более подробно, как он совершал служение всеми своими чувствами. С помощью своих глаз он содержал прекрасный образ Господа, с помощью языка он прославлял сладчайшие дияния Господа, с помощью ушей он слушал нектарный поток Харикадхи, прославляя Господа, с помощью своих рук он мыл перефинали и убирал храм, с помощью своих ног он совершал парикраму по святым лицам, с помощью ума он поклонялся лотосным стопам Господа. Таким образом, с помощью обоняния он дыхал листья туласи и сандаловую пасу, предложенную Господу. Таким образом, он задействовал все свои 11 чувств, что также рецептворяет и кадыши, 11 чувств, которые мы можем использовать для служения Господа, для того, чтобы обрести Кришна прямо, воспитывая свои имена и следуя примеру воздушных ачарьев. Окадхи, натоиск, экадхи. Екадхи, это crying, это значит, чеснаный, получается есть, это не решение saves Окр changивая с идеот Bureau из рательских dreadов, чтобы преподаваться, это не писать чист, hourly следует замечание без Nepопроизводства. Но что эти בס heal – перем be! Это не хорош вертит сиг. Дис 요 – что ни пешку добавит тебя! CAN GIVE EVERYTHING TO YOU LIKE ONE EKATH АCHI MEANING INHiYA HINDRA MEANING LA Я использую насиление на сын. Далее Ашил Макрадж сравнивает икадыш с деревом, который исполняет все желания сердца. И он далее перечислил специальные названия икадыши, которые олицетворяют определённое умостроение, когда мы совершаем икадыши, для достижения каких-то целей. И далее он сказал... Просто говори мне название икадыши. Путра икадыши — это чтобы обрести сына. Путра икадыши, если кто-то желает обрести сына, но это как бы с материальной точки зрения, то икадыши может даровать ему это благо. Виджая икадыши — это тот, кто желает... То есть победу, если он хочет выиграть, что-то такое удовлетворяет. Индира икадыши здесь указывается на лапшме, которая дарует благосостояние. И поэтому это желание исполняется. Далее что там ещё? Ну и так далее ещё некоторые. Там как бы исполнение, обретение сына, как он сказал, и далее, и далее как бы это объясняется. Само название икадыши указывает на исполнение желания. Сегодня я говорю, что икадыши есть специальный икадыши. Сегодня я говорю, что икадыши — это специальный икадыши. Сейчас все пытаются чатить больше и больше. И почему? Икадыши — это специальный икадыши. Что вы хотите, вы хотите получить в целом. Обычно вы видите, что он служит его бхакти и према. Это из-за того, что сегодня особенные Икадыши, Шиламахараш советует преданным, по крайней мере, повторить хотя бы один лак Харинама. Это было бы очень благоприятно. Почему? Потому что могущество Икадыши настолько возвышено, что если вы в особом настроении повторите один лак Святого Имени, то тогда вы обязательно обретёте бхакти, что приведёт вас к Кришна-премии. И ваша жизнь увенчается совершенным успехом. So, it's today. Try to listen and continue. Yesterday you heard, this is the past time of nursing Bhagavan, yesterday. Yesterday you are heard, you know, this past time you have a Prahlad Maharaj, you know, telling me, what is the symptom of seven kanto? The symptom of seven kanto is the putti. Putti meaning is the desire. So desire is the two kinds of desire. One is a good desire, one is a bad desire. So, now, when coming to your heart, good desire, when coming to some bad desire, then in the way of mercy of some devotee, then your heart becomes a good desire. If some devotee angry to you, you know, upset to you, then your heart becomes a bad desire. So this thing is saying to seven kanto, why this Prahlad Maharaj is a great devotee, why he is the Prahlad, Prahlad meaning always is the happiness. Why? Only mercy of devotees. And one side is the hermica sivu. Why is the demonic? Why is the demonic? So when some chattusans were disturbed to him, chattusans were cursed to them, then they became demonic. So yesterday you heard the seven kanto, the name is the Pijayl. So now you have to continue trying listening after what happens. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. бескорыстное служение очень может доставить счастье Харигуру и Вашнавам, и тогда хорошие желания будут приходить в сердце. Но если то, что является неблагоприятным для развития Бхакти, но вы культивируете свои жизни и культивируете это настроение в своём сердце, то, исполняя такое служение, приходят плохие желания, потому что Харигуру и Вашнавы недовольны. Поэтому в этот особенный день, вчера, когда мы начали объяснение, это сочащие лилы, связанные с чистым преданным, прохлада, которая переводится, прохлад — это тот, кто доставляет радость и счастье всем окружающим. И сегодня я хотел бы продолжить эту тему, которую мы начали объяснять вчера. Продолжение следует... Продолжение следует... прохлада, дамы, Руслан который который говорит на которой он его вред. Несколько, когда он его вред, он может быть таким образом. Поэтому, что он все равно, все равно. Но иногда он подозрит, он имеет идея о том, что он имеет идею, и он всегда имеет идею о том, что он говорит на том, что он не знает, Далее Шхиламахарачан начал объяснение о том, как Парикшит Махарачан задал шикадава с вами вопросы и первый вопрос он он касался положение верховной личности бога который совершенно равен ко всем своим к всему творению потому что он является отцом вселенной и поэтому мы знаем также истории связанные с сладчайшими прими господа когда он предпочитается даровать милости полу богам и сражается с демонами и поэтому как бы возникает вопрос почему же господь который совершенно равен ко всем проявляет себя таким образом что становится на сторону полу богов на сторону своих преданных в чем и кабы и некоторые имеют сконфужены по этому поводу и находится за заблуждение почему господь он ведет себя таким образом на текло нарушено но агетта ну а вот все ци г губ que лим и тэнтэ едва и тэнтэн бэллэе Продолжение следует... 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 что Кришна, он должен убить его, в конце концов, в течение всей своей жизни. Он пометовал о Кришне каждый день, каждую минуту он думал о нём, и также другие демоны. И хотя он испытывал в сердце зависть и хотел убить Кришну, и считал его своим врагом, но постоянно медитировал на Кришну. И поэтому Кришна, насколько он милостив и великодушен, что даже к этим демонам, которые хотели убить его и не испытывали никакой любви и привязанности, но то, что они медитировали, они пометовали о нём. И хотя это было как бы настроение не любви и привязанности, а настроение вражеском отношении к Кришне, но всё равно из-за того, что они пометовали о нём, что Кришна милостиво, убив этих демонов, даровал им высшее благо, освобождение. Кришна милостиво, убив этих демонов, и ваше благо, убив этих демонов, Продолжение следует... 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 Хироника Шипу начал совершать величайшие очень суровые эскезы и через некоторое время огонь выбрался у него с его головы и он стоял в этой позе, что Махарадж даже показал, на большом пальце одной стопы, он стоял подняв руки кверху и произносил определенную мантру Ом, Браман, Намахат. И в таком состоянии он совершал суровые эскезы. И все полубоги, в этот момент земля дрожала и все чувствовали большое беспокойство, полубоги, они пришли к Браманже и сказали, о Браманже, Хироника Шипу совершает такие эскезы и нам кажется, что мы сейчас находимся в большой опасности. Как же делать, предотвратить это? Брахма, он пришел к Хироника Шипу, который находился вот в этом состоянии и обратился к нему, что он может даровать ему благословение, что он очень доволен его эскезами. И тогда Хироника Шипу сказал, что я хочу обрести бессмертие, на что Хироника Шипу ответил, как же я могу тебе даровать бессмертие, если я сам смертный, если я не обладаю этими качествами, как я могу даровать тебе эти качества? И тогда Хироника Шипу, он начал подводить все о том, о чем он говорил, быть ближе к бессмертию. И он начал говорить о том, что я делаю так, чтобы дарить ему благословение, чтобы я был не убит ни снаружи, ни снутри, ни в воздухе, ни на земле, ни днем, ни ночью, никаким оружием, никаким оружием и так далее. И таким образом, Бурак, мы услышали все эти пожелания Хироника Шипу сказал, хорошо, я исполню. И он был подводом, который был подводом, но он не мог понимать очень много проблем. Он говорит, что это очень неизвестно, что он был имидим, но он он и армит. Но он был сложен, что он дарует и сказал, что он он считает, что он говорит, что он43. Продолжение следует... 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 Ару означает свет, который освещает невежество, темноту невежества. Тот, кто дарует божественные знания, которые помогают живу этого материального мира осознать свою конституционную природу, как Митя Кришна даст, в вечном служении Господу. Эти духовные учения, которые даёт духовный учитель, являются истинными. Когда Митя Кришна даст immediатого, очень благодаря научить. Но он не спрашивает alles. Но в случае, когда Митя Крест classировался к хранистам, День се проявить о, что это Гурада, что Гурада так обучает вам, что он прочитывал? То, что он поднял, что он говорит о Питахи. С some burпят, асурабабарих и вне им. Он говорит вам, что вы угрозите, что где-то. Молодо, что угрозите, что угрозите демон. Он говорит, что угрозите, что он прочитывает. Девинам суда саммут бигнам, дьянам суда. Девинам суда саммут бигнам, дьянам суда. Девинам суда саммут бигнам, дьянам суда. So, they are thinking why they are always suffering. So, they are always suffering. Their mind always thinks of this material thing, this material thing one day completely destruct, but when you destruct this material thing then you are thinking about this thing one day destruct then you are also become destruct, then you are also suffering. Моя жительница, Моя жительница, Моя жительница, Узбеки. Один из великих зверофов. Если я считаю, что он ухаживает в этот угол, один в этот угол в этом угол, то есть Bernхозди с вялью, а в это же угол, который в этом угол, как он ухаживает в этом угол. Поэтому он продолжал слушать учителей, которые пытались обучить его материальным знаниям, но он не обращал на этого внимания. Полностью пообружённый в медитацию на Господа, он повторял святые имена. Но однажды, когда его отец Хираника Шипу посадил его на колени и спросил его, «Ну, сын, с чего ты обучился в школе?» Шипрахада Махарадж ответил, вот эту штуку, которую привёл Шипа Махарадж, и объяснил её, что является истинным знанием и в каком положении находится джива этого материального мира. Он начал с грехаска ашрама, говоря, что грехаска, греха — это означает грех, что грехаска ашрам, он подобен этому колодцу, слепому колодцу, очень тёмному, и где постоянно вот эти материальные желания, которые невозможно удовлетворить душу, нашу атму, эти материальные желания, невозможно их удовлетворить до конца, и поэтому люди постоянно находятся в беспокойстве. Они пытаются чего-то достичь, но не удовлетворены, потому что душа не удовлетворена. Они опять пытаются, и таким образом постоянно находятся в беспокойстве и не испытывают никакого счастья. А если счастье приходит, оно очень временно. И поэтому Шипрахада Махарадж, он далее, продолжая объяснять шлоку, который произнёс Шипрахада Махарадж, он далее продолжает, что имеется два вида грехаска ашрама. Один напоминает слепой колодец, там, где исполняются материальные желания и нет служения Господу. А второй — этот колодец, который наполнен водою. Что это означает? Что именно хотел Шипрахада Махарадж подчеркнуть? То, что в этом доме, где воспеваются святые имена, играют на караталок, совершают баджан, прославляют славчайшие имена Господа, когда слушают карикатку, этот дом является домом Кришны. Да, 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 да. Субтитры делал DimaTorzok Шиламахарач дает последнее наставление. Сегодня, в особенный день Икадышей, он опять повторяет и обращается ко всем, что в этот особенный день повторяйте святые имена и наложите тилок на свой лоб в течение всего дня, чтобы у вас был тилок. Почему? Потому что, как он объяснил, что читание Махапрабу, он всегда с большей любовью относился к преданным, которые хоронили на своем лбу тилок. А если тот, у кого его не было, он отвергал их. Ну, это как бы шутка, но тем не менее Шиламахарач обращается еще раз с просьбой о том, что повторяйте святые имена и будьте счастливы в этот особенный день Икадышей. А в следующий раз он продолжит объяснение этой темы, связанной с прохладой Махараджи. Что он означает? Почему? Потому что он также дал сравнение, что лоб, который не украшен тилоком, он подобен к крематорию, совершенно бесполезному невежественному месту. Потому что тилок, он очень благоприятный. Без тилока вы не можете совершать служение Господу. И поэтому с помощью тилока, который является пылью Браджабаси, а в особенности Браджабапи, Кадашчина Ратам Гастакур объясняет, когда эти три вещи даруют Бхакти очень быстро. Первая — это лотосная пыль преданных, вторая — Чиринамрита преданного, и третья — Харикатха, которая исходит из сердца преданного. Эти три. Из них вот эта лотосная пыль ващнавов, а тилок, он является лотосной пылью чистых ващнавов. И поэтому тилок, он также имеет различные имена. Когда вы накладываете, то в этот момент вы произносите имена богов. Он сейчас вот говорит. Вот еще они не слышат. Что означает? Что в этот момент сам Господь приходит в ваше тело и помещается в нем. И все неблагоприятное точно же уйдет из вашей жизни по желанию самого Господа, который очень доволен. Без тилока, все, что вы делаете, воспеватели святые имена, совершатели пуджо, это не имеет особого результата. Но когда тилок в 10 тысяч раз больше обретает духовного результата. И что такое, когда вы накладываете телок? Тогда в вас Савитри, Лапшми, Радха, также все полубогини и полубоги, они все приходят, и не только, все святые реки, они также помещаются в вашем теле. Поэтому никогда, никогда не забывайте накладывать телок. Я видел, как некоторые преданные, когда мы встречаемся на зуме, у них нет телка. Следующий раз я продолжу. После Харикархи я опять вам напомню об этом, чтобы вы не забывали. Харикархи 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok